Кубок России по футболу ежегодно собирает под своим крылом самые разноплановые клубы страны. В розыгрыше принимают участие все команды премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов. В этом году в очередной раз попытать удачу решился и Приморский Луч Энергия. Первый матч против Комсомольской смены «Тигры» выиграли и прошли дальше. На стадии 1-16-й желто-синие уже вышли на клуб из премьерки «Анжи» из Махачкалы. Когда мы в последний раз здесь встретились, мы дали вопрос, что будет делать команда за «Анжи». У меня было уверенность, что мы можем проходить через эту команду. Я готовлю свою команду победами, нет разницы, с кем играет. Несмотря на разницу в статусе, доминирование дагестанской команды над нашим лучом не предвиделось. Дело в том, что оба соперника находятся сейчас не в лучшем положении в своих чемпионатах, а именно в нижней части таблицы. Этакая реабилитация нужна была каждому. С первых минут матча хозяева больше проявили характер и стали прессинговать. Половина тайма буквально прошла у ворот «Анжи». И вскоре это дало результат. Руслан Гордиенко головой открыл счет. В каждой игре примерно одна установка. Тренер гнёс свою линию. Это контроль мяча, чтобы забрать инициативу и, так скажем, играть на мяче. Поэтому просто сегодня это сработало. Во втором тайме приморцы играли более аккуратно, боялись пропустить. Но судьба напротив подарила желто-синим шанс увеличить отрыв. Шансом воспользовались. Маляка сделал счет 2-0. Гости из Махачкалы пытались штурмовать соперника, но так ничем серьезным и не ответили. В итоге довольно уверенная победа в луч энергии. По структуре, по ведению игры, по направлениям, то, как мы играли, мне понравилось очень. Ну, конечно, еще раз говорю, что на фоне луча сегодняшнего, который мне также понравился, силовая команда, антропометрия у ребят мощная. Смело играют, передачи акцентированы, нагнетают за счет фланговых подач. Стандартные положения довольно опасны. В целом, еще раз повторюсь, победа хозяев заслужена. Луч лишь однажды попал в тройку призеров Кубка России. Третье место досталось приморцам 4 года назад. А вот Анжи два раза забирал серебро турнира. Но, кажется, в этот раз клубу из Махачкалы борьба за награды и не светила. Состав непобедный. Соперник, ну, приехала, конечно, основная группа игроков, но все равно команда хорошая. Премьер лига, как-никак. Сыграли, как сыграли. Теперь луч будет вести борьбу уже в одной восьмой турнира. На этой стадии приморцы сойдутся с соперником, который определится после матча Енисея и Ахмата. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.